Арест имущества грозит должникам по коммунальным платежам. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели рейд. В нем побывали и мои коллеги. А в ответ тишина. Судебные приставы приходят неожиданно. Хозяина нет, оставляют письмо с требованием погасить долг. Во дворе дома автомобиль, подлежащий аресту. Звонят хозяину. У вас имеется задолженность перед управляющей компанией. 44 тысячи. Вот мы сейчас находимся возле вашего автомобиля. Мы сейчас проведем арест имущества с участием паницей. Если собственник квартиры не платил за коммунальные услуги больше трех месяцев, на имущество накладывается арест. В данном случае автомобиль. Машину пока не конфисковывают, но ездить на ней водителю нельзя. МОСОВЛРЦ направляет квитанции должникам с указанием суммы задолженности. И в случае, если задолженность не оплачивается добровольно, далее идет взыскание в судебном порядке. Проверить задолженность можно в управляющей компании или ТСЖ. Либо на едином портале госуслуг. Там же оплатить. Гражданам, у кого имеется данная задолженность, необходимо ответственно относиться к оплате в полном объеме данной задолженности. Неплательщиков могут ждать серьезные последствия. После наложения ареста у должника есть 10 дней на оплату долга. И два варианта его погашения. Продать свою собственность, либо взять рассрочку в управляющей компании. Если данный граждан не успевает за 10 дней погасить задолженность, судебный пристав исполнитель принимает полный комплекс мер для реализации данного имущества через публичные торги, либо на комиссионных началах. Средства, вырученные после продажи, идут на погашение задолженности. Такие рейды проходят регулярно, причем не только за неоплату услуг ЖКХ, но и по налоговым и алиментным платежам, а также кредитам.